Я не знаю, насколько мы как бы свои все эти презентации сделали, мы показали, вам тоже показали то, что просят, то, что могут сделать наши партнеры, их около 10, да, около 10 партнеров, они вот показали тот уровень продукта, который они могут производить, они все могут производить достаточно немного, и я не скажу, что это дешево, да, то есть вот мы все предпочтения собрали, как бы они нам, с нами готовы работать, но производство, конечно, надо дать нужно очень дорогое. Ну, по-другому быть не может, потому что, ну, сами знаете, мультфильм, даже двумерный, который вы сейчас видели, в основном двухмерный, это достаточно дорого, а трехмерные мультфильмы, это вообще, там, секунды тысячи долларов, это еще считается, там, недорого, что называется. Поэтому, как бы, мы с ними со всеми работаем, и нам тоже нужно определиться, какой объем контента сторонних телевизионных компаний мы можем сегодня закупать. Мы тоже с ними будем определяться, конечно, будем работать на снижение цен, конечно, будем работать на то, чтобы это была конкурсная система какая-то. Если, так сказать, ну, вы видели, интересный проект есть, мне очень понравилось, ну, я не имею право, конечно, высказывать предпочтение, но мне про Валей очень понравилось, там интереснейший, вот мы только тизер показали, мальчик, которого оставляли деревню, чтобы он научил татарский. Там возникает куча анекдотичных ситуаций, веселья, ну, то есть, в Галимуте, да, вот есть интереснейший проект, но это тоже очень, очень дорого они просят, проект путешествий по Татарстану, вот они увидели, снимались там в Камском устье, лазили по скалам, там они вот планируют все супер места Татарстана посетить, природные, исторические, вот так вот через телевизионную картинку показать это детям, в рамках вот такой вот познавательной игры. Ну, представляете, какой там они ресурс задействуют, сколько камер для того, чтобы снять такой проект, поэтому это они, цену нам выставили, я просто не буду называть сейчас, потому что, ну, вопрос переговоров впереди, для того, чтобы мы могли, этот проект, конечно, мне очень понравился, классный проект, плюс все основные детские центры, Китспейс и прочие, Зорница, они все предложили нам свои проекты, на базе этих Китспейсов и Зорницев можно будет делать программы, то есть, туда заводить команды, они могут соревноваться на тех площадках, которые там есть, на огромное количество площадок, они могут соревноваться в разных и подвижных играх, и в интеллектуальных, и в электронных, и все это возится на экран, и все это показывается. То есть, в принципе, технологически никаких проблем нет. То есть, с этими центрами мы можем вполне осуществлять достаточно серьезную работу для того, чтобы сделать канал таким взаимовыгодным, что ли, об этом сотрудничестве, и они детей туда привлекают, и мы заодно там программы снимаем. Хотя чисто творчески реализовать этот проект достаточно сложно, потому что это минимум пятикамерная, шестикамерная съемка для того, чтобы показать вот это действие. Красиво будем проговорить.